Комментатор с Пенок и Зайпер, ничоси! Я не знал, что Пенок будет наивить. Жесть. Жесть. Ух, чемп. Хороший кауч у нас. Короче, будет аналитика, так сказать, помощь от кауча, если вдруг рандомайзер пойдет. Не так? Так, выиграл немецкий язык, поэтому у нас будет немецкая озвучка. Покчамп. Так, кто у нас на кауче? У нас снова Эдса. Фадж справа от Эдсы. Слева Джефф, я так понимаю. Чел, который ранил DS2. Сколор. Я еще не привык к тому, как влияет Джефф. В общем, стартуем. Я не услышал, какой шафл у него. Да, собственно, туториал-секция. Мы не можем спринтить, поэтому мы прыгаем, потому что быстрее. О, да, это рандомайзер с противниками. Да, что-то я не подумал, что рандомайзер с противниками. Ой, Шичимен... Так, ладно, придется стелсить с первого локуа. Шичимен задушил, пацаны. Лут тоже, лут тоже. Ааа, зафейлил, зафейлил, жесткий прыжок со второй попытки. Короче, Шичимен это... это... это тит. Придется его оббегать. Стелси, шо ты делаешь? Мне кажется, он его убьет прям за стенку, если честно. Ну, убить не убьет, но мне кажется, он убьет дальше, если он выберет. Так, ладно. О, паркур. Нормально, разагрелся. Не убил. Собственно, первая вещь, которую мы идем делать, это мы разговариваем с Кура. Кура нам дает меч. И с мечом у нас появляется возможность спринтить. Потому что, очевидно, без меча невозможно спринтить, правильно? И дает нам... Собственно, другая фишка Секира, что с выключенными субтитрами можно скипать диалоги. То есть, с выключенными субтитрами, если вы скипаете диалог, нажимая Start, то диалог скипается. К слову, он скипнул диалог в самом начале стартом, так что я даже не уверен, что он сейчас работает как надо, если честно. Потому что он не договорил линию про... про... свисток. Он может убить нас, по-моему. Да. Да. Ну, это... Это неприятно, так сказать, вещь. Потому что он неправильно скипнул диалог. Короче, он скипнул сразу диалог стартом. Вместо того, чтобы скипнуть его... Вместо того, чтобы скипнуть до... до фласки, а потом скипнуть... Его убьет чел сейчас. Жесть, он косой. Чего он так рано ударил? Мужик, мужик. У тебя с глазами проблемы, походу, глазомер. Озвучка немецкая. Короче, он скипнул диалог слишком рано. Это хитрость, как бы. Скипать диалогов с выключенными субтитрами, что нужно проскипать диалог до момента, где у тебя нет предметов, выборов и так далее. И после того, как у тебя нет этих предметов, выборов и так далее, уже нажимая старт, у тебя полностью скипается диалог до конца. Поскольку он нажал старт до того, как ему дало фласку, он нажал старт, ему дало фласку, но диалог до конца не дошел из-за того, что ему дало фласку. Очень своеобразно работают диалоги. Потребовался год спидраннерам, чтобы понять, что можно без субтитров скипать диалоги по-другому, чем субтитрами. Никому в жизни в голову не приходила мысль, что механика скипа диалогов без субтитров работает по-другому. Год с релиза игры ушел на то, чтобы это найти. За сейвилла в самой долгой категории это минуту. Минуту чистого времени. В общем, мы попадаем к первому боссу, здесь должен быть геничиро, но тут... Ау. Жесть. Да, поскольку он играет без... Без early hirato, так что, я так понимаю, ему даст... Shinobi prosthetic, да. То есть ему дало Shinobi prosthetic сразу после геничиро, это можно зарандомайзить, и тогда пришлось бы идти в hirato ему. У него был бы Bell вместо Shinobi prosthetic, но поскольку он чуть более язычную версию рандомайзера играет для себя, чтобы в Estimate уложиться. Он делает так. Все. Я не очень понял, какая версия шафла. Собственно, время искать ключевые предметы. И как правильно сказал Penac, собственно, игра не будет плейсить ключи в локациях, которые нам недоступны для того, чтобы попасть в доступные локации. В общем. То есть не будет ситуации, в которой можно захардлочиться, засуфлочиться и так далее. Да, некоторый искусственный интеллект жестко ломается от того, что... О, огар. Огр вместо самурая. Жесть. Жесткий безглоу. Опять-таки, это Any% IS run. Any% IS это Immortal Severance. Immortal Severance это основная дефолтная концовка. Ой, прибежал челик. Жесть. Перезаходит, да. С двумя не справятся. Огр непростой босс. Как непростой. Огра мы убиваем через Dead Angle в каком-то смысле. То есть мы заставляем его... Про Dead Angle еще будет время рассказать, скорее всего. Я не уверен... Ну, поскольку это рандомайзер, здесь как бы Dead Angle не пообузить, потому что Dead Angle все завязаны на арены с боссами определенные. Но суть в том, что наша задача как можно больше байтить Огра на анимацию разворота. И лишние пару ударчиков впихивать ему в момент, пока он разворачивается. Попытка номер два, в этот раз он убил человека, который ему мешал. Здесь можно увидеть, да, что он старается как бы своими атаками так позицию подобрать, чтобы Огр продолжал до него доворачиваться. У Огра есть одна супер-супер-супер плохая атака, это Инстаграб. Это очень быстрая анимация граба, которая казуально выносит вообще всех, кого только можно. Но на опыте Роберт Фаеркрекер с Пок Чамп. Жесть. Медисон Ранг 1, я не знаю, что такое Медисон Ранг 1, но это количество хилки, насколько его хилит классно. Но Фаеркрекерс это самый мощный простатик тул. Так, он купит Ашина скилл 3. Ашина... Да, Ашина скилл 3 тоже Пок Чамп. У нас будет и Чимонж. А, там же тоже за рандомайзин скиллы, неважно. Не будет и Чимонж у нас. Чё, бабка даст? Короче... Гуртсид дала. Нормально. В общем, ему дало... Я не понимаю, что эта мема должна значить, я прослушал. Начало того, что начал говорить. В общем, ему выпали Фаеркрекеры, и Фаеркрекеры это лучший простатик в игре. Лучший. Самый юзабельный. Который станет боссов очень жестко. Он используется в спидранах. Особенно в долгих категориях, в коротких он того не стоит. А вот в длинных категориях он очень полезный для кучи стаб киллов и так далее. Мы собираем идолы здесь повсюду, на всякий случай, чтобы возвращаться всегда. Так, у нас тут самурай. Самурай. Да, все скиллы тоже зарандомайзены. Куруносаки Мацумото. Чейн. Самурай довольно простой противник, у него очень простой муксет. Основная его проблема в том, что он... У него есть гиперпойз атаки. И он любит бэкстабить. Эээ, сори, не бэкстабить, а бэкстэпать. Покчам. Ферстрайн. Мемори димонов хейтерд. Собственно, мемори это наши атак бафы. Поэтому это тоже очень важно лутать мемори. Каждый атак пауэр увеличивает урон, который мы наносим. Что круто. Так, а здесь у нас Сентипид. Дженерал Сен Ун. Ой, жесть там какой-то... Жесть там этот самый чел сбоку. Сентипиды тоже очень простые враги, то есть... Жесть его бабка какая-то съела, ножом, ножом рубит! Нет! Нет, первая смерть. Это мини-босс, который мы вернемся к тебе. Я обычно его не забываю. Но это вообще душка. В общем, первая смерть. Неприятно. В общем, будет убивать он Сентипида. Сентипиды очень простые враги. У них супер тривиальный мувсет, который полностью парируется. Кстати, судя по всему, здесь какие-то подсказки, короче, написаны. В общем, сейчас он идет к месту, где должен быть Ако Хедлас. Но поскольку, опять-таки, это рандомайзер мы увидим, что тут будет за босс. У Гастака Хедласа. И в каждом ране, когда я сделал, если этот хинт не скажет, что там ничего не в воде, то есть, что там есть в воде. Да, хинты, короче, подсказывают, где ключи, я так понимаю. Хедлас? А-а-а. Короче, они не зарандомайзили Хедласов, потому что они могут быть рот-блоком. Проблема с Хедласами в том, что, чтобы убить Хедласа, нужно Дивайн Конфетти. Без Дивайн Конфетти Хедласа убить нельзя, и Дивайн Конфетти... ну, можно, но и не нужно. Потому что без Дивайн Конфетти репосты Хедласов наносят урон. То есть, даже если вы идеально дефлектите, то по вам проходит урон. И проблема в том, что если заспавнится Хедлас какой-то супер жирный, и у вас нет конфетти, это ГГ. То есть, его придется дрочить жестко, и это не марафон сейф, такими вещами заниматься. Поэтому для марафона Хедласов не рандомайзили. Собственно, через двойную дверь мы попадаем в Сэнпу Темпу, в верхнюю его часть. Жроско паркурим, лутаем шмотки. Берем идол по пути к Армород Вориору. Бабка не дала колокольчик, как попасть в воспоминания, найти колокольчик. Собственно, все предметы зарандомайзены, поэтому колокольчик где-то будет лежать среди предметов. Я, если честно, очень плохо знаю предметы в Секиро, потому что казуально я очень мало играл игру, и предметы в Секиро для меня были максимальной интересной. Если в Souls-играх я хорошо помню, где предметы лежат, в Секиро я вообще не помню, где предметы лежат. Поэтому я бы жестко... Мортал Блейд! Букчевс! Пожалуйста, пойдемте. Литерально лучшая вещь, которая может случиться. Жесть! Вот это балдеж. Короче, Мортал Блейд, мало того, что это ключевой предмет для прохождения игры, для концовки, так еще это предмет, который дает скилл. Мортал Дро. И Мортал Дро, это... Брэд энд Баттер, что называется, спидрана. Секиро, это основной дэмэдж-аутпут наш. Потому что... Мортал Дро наносит космический урон. Особенно, если он найдет... Если он найдет скилл 3 с Mid-Air Combat, то тогда вообще все. Это конечное для этой игры. Ноль шансов будет у игры. Потому что Mid-Air Combat позволяет делать джамп Мортал Дро, и по какой-то причине джамп Мортал Дро наносит урон как от Энханст Мортал Дро. Я не помню, как он называется, типа заряженный до конца. Но при этом с такой же анимацией, как обычный Мортал Дро. Который, по сути, это почти в два раза больше урона, или что в этом роде. Экс не уверен, что Мортал Дро автоматически дается. Может я наврал, что он автоматически дается? Нет, он не автоматически, значит я наврал. Значит, Мортал Дро отдельно идет от Мортал Блейда. Раз он его не эквипает. Но Мортал Блейд позволяет попасть... Нахождение Мортал Глейда открывает... Чего оно открывает стоять? Я забыл. И ничего оно не открывает. Оно, короче, позволяет убить дракона, чтобы свапнуть... Чтобы продвинуть на концовку как раз таки Мортал Дро. Чтобы World State в последнюю фазу передвинуть. Но перед этим еще нужно будет три ключевых предмета найти. Чтобы в другой World State в фазу передвинуть. И зафайтиться с Аулом. Да, судя по всему, короче не идет Мортал Дро вместе с Мортал Блейдом. Тогда это печально, тогда это не такая имба. Это все равно очень круто, потому что это один из ключевых предметов основных. Это один из супер мега ключевых предметов его. Но... Который ему нужен для спидрана. Но... К сожалению имбовый, имбовый скилл к нему не идет. В комплекте. Как в реальной Хирлай Веселс Брэд. В общем, как говорит Муртак, что типа если Хинт говорит, что есть импортант айтем, то это 100% значит, что это айтем, который нужен для выполнения игры. И судя по всему он расшифровал это как то, что после Аула падает, с Аула падает супер важный предмет. Преор Бидды, ничего интересного. В общем, судя по всему, в рандомайзере вот эти всякие надписи, это хинты, в которых зашифрованы подсказки, где ключевые предметы искать. Да, собственно, магазины тоже зарандомайзены, и в них фул рандомные предметы, в том числе и ключевые предметы там могут придумать. Да, собственно, также мы ищем атак пауэр, которые тоже могут продавать мерчанты, и хотя, кстати, я так понял, ключи может и не спавнятся у мерчантов, может у мерчантов не спавнятся ключи в этом рандомайзе, в этой версии рандомайза. Но, короче, самое главное, что у них спавнятся атак пауэры, и атак пауэры это супер важная тема, потому что больше дэмэджа лучше. С маленьким атак пауэром очень сложно долбить боссов некоторых. Дрэкон блат дроплет. Да, собственно, Муртек говорит, что он не будет делать скип на крышу, просто потому что ему нужно поднять можно больше предметов по дороге, исключительно. Здесь бодиблочит подруга. Жесть, вот этот прыжок. Да, собственно, делая Aerial Death Blow можно скипнуть урон от падения, просто за счет того, что анимация проигрывается и вы мягенько приземляетесь. В общем, лутаемся и ищем предметы. Дивайн конфетти хорошо, три дивайн конфетти очень хорошо. Да, он говорит, что если нужно будет шичимен вориера делать, то у нас есть дивайн конфетти, что круто, потому что Headless'ы не зарандомайзены, Headless'ы не проблема, но шичимен вориеры все еще могут быть зарандомайзены, и они могут по дороге быть. Он уже, кстати, двух шичимен вориеров находил, поэтому одного, точнее, одного, одного видел шичимен вориера в туториале, так что всего два осталось за рандомайзены где-то. Так что если будет шичимен вориер, есть три конфетти, так что... Посмотрим, что за босс здесь вместо... О-о-о, Дранкарт. Фаер Дранкарт. У-у-у, не-не-не, такого не надо. Пацана, это страшный босс. Без копья с этим боссом драться лучше не надо. Да, собственно, несмотря на то, что враги подскейлены по, типа, немножко вверх или вниз, в зависимости от того, откуда они взяты в игре, все равно, несмотря на это, лейтгейм противники в начале будут все равно очень толстые. Жесть, сентяпит тут в мансуит. Жесть, ну, у него маловато от пауэра, поэтому ему комбо 3, наверное, надо будет на фазу. Ну, два, два, в принципе, ладно, с прыжком, два. Нормально. Первая фаза. А-а-а, Лукон. Не так сильно помешал второй противник, жестко у него замансил. Гиобо Брокенхорн. Гиобо Брокенхорн, это... Это копье. Копье тоже очень полезный простетик. Ну, как, хороший простетик. Вот как раз таки Fire Drunkard, которого он нашел. И его броня снимается с помощью копья и наносит кучу урона по постчеру. Жесть, не делает дабл-каньон, ну, это дисеппоинтно, так сказать. Мы довольно жесткие. Да, я бы хотел бы получать три, или, может, четыре. Но мы получили больше, чем трех. И Кэннион скип не делает. Ну, это дизреспект, конечно, муртагу. Мой персональный дизреспект. Ну, обычно-то Кэннион скип надо было пробовать. Снейк-то не зарандомажен, и что тут? Что бояться? Да, в общем, змею можно просто пробежать мимо нее. Если в определенном образом бежать, она просто мажет, и все. И не надо ей глаз протыкать, и ничего делать. В общем, мы приходим... Выходим из аутскиртов по чуть-чуть. Доходим до Ашина Касла со стороны аутскиртов. Мы так-то уже пришли, как бы, со стороны Сэнпу Темпл в Ашина Касл. Но все равно. Яшу Рику Шугар, кстати, очень круто, потому что это самый полезный дэмэдж баф в игре. Самый жесткий. Который на 50% увеличивает ваш... Не, не на 50%. Ваш урон на 2, 5, увеличивает... Ваше здоровье уменьшает на 50, и по вам урон на 25 увеличивает. Что-то такое. В цифрах вообще без понятия. О, это наш первый босс. Ооо, это очень странно. Ооо, Файр Ишин. Так, ну это интересный молодой человек. Шурендинг, Ишин, нормальный мужик. Так, ну Муртак Шура Раннер, он должен помнить. Я бы вообще не вспомнил, как драться с Файр Ишином. У него нет Микирия, поэтому... Стрейф. Да, названия боссов прикольные. Они прикольно комбинируются, поэтому... Есть Мортал Дро? Так все это время был Мортал Дро? Я был прав. И все, и теперь он может в конце. Ну все, это базов. Короче, к сожалению, у нее нет джамп МД, поэтому он не настолько крут. Но, короче, вот этот Мортал Дро, вот эта атака, которую он делает, это гиперэмбовая атака, которую обузят в спидранах. Она отнимает спирит эмблемы, которые в правом нижнем углу можно увидеть. У него сейчас максимальный лимит 15. В игре максимальный лимит 20, плюс 5 станта. Посмотрим, как ему повезет на скиллбуке, чтобы прокачать до 18, чтобы лишний Мортал Дро влезал. Но Мортал Дро это очень хороший спел. К сожалению, без прыжка он не настолько гиперэмбовый, но даже без прыжка он очень хорош. Например, вот в этой битве с Фаеришеном он канцелил ему анимацию жестко. Во второй фазе. Патч, Эдса и Джефф кайфуют. В зале? Мало кто остался. Я бы тоже кайфовал, если был на есть. Пеппи Хэнс. Да, собственно, они сейчас говорят про квест. Пишина, достаточно убить одного противника, чтобы выполнить квест на самом деле, вот этого конкретного. И этого достаточно, чтобы выполнить квест, собственно. Единственный requirement по факту. Так что просто его убиваем и разговариваем с ним, и он нам что-то даст зарандомайзерное. Сыши нам здесь нужно поговорить в любом случае, для того, чтобы продвинуть квест. Скиллбуки позволяют нам, возможно, получить... Сэнп... Сэнп... Посмотрим. Посмотрим, что в скиллбуке. Посмотрим, что... Да, вот он говорит про Микири и Мидэйр Комбат. Микири, Мидэйр Комбат и эмблемы дополнительные. Это три самые важные штуки, которые могут выпасть в скиллбуках. Еще раз. Содержание скиллбуков тоже зарандомайзерное. То есть, те скиллы, которые в них в ветках, их наполняют тоже зарандомайзерное. Ака Спирит Фолл. Это очень круто. Ака Спирит Фолл – это бесконечный ака леденец за эмблемы. Три эмблемы. Работает столько же, дает тот же эффект абсолютно. В старом патче, на самом деле, они стоили и дороже, они стоили 4 и работали меньше, но потом они их бафнули, и они теперь работают так же долго, как и леденцы в нынешнем патче. Раньше работали 20 секунд, сейчас работают 30 секунд так же, как и обычные леденцы. Дедов полно, да. Для деда дали бы плюс урона, если бы не было рандомайзера. Поскольку все мемори зарандомайзены, то их приходится искать руками. И поэтому дэмэдж в этом рандомайзере большая проблема находить. Посмотрим, что у нас будет вместо БК. Так, это неприятный враг, конечно. Че там за враги еще другие два? Блейзинг Нао Мори Каварада. Это самурай. Да. Кайф. Я думаю, что это, возможно, один из первых рулоблоков, которые новые игроки будут видеть. Ты его бороться на улице, и он будет регентировать свою позицию, если ты не атаку его. Так, это будет очень долго бороться, если вы новый игрок спирит фолом. Собственно, а что такое Ака спирит фол? Вот, можно увидеть, сколько урона наносит Мортал Блейд. Ему просто оторвало лицо. За два... За два свинга. Вау, это невероятно. Это... Балдежь. Ну, ему очень повезло на Мортал Блейд. Найти Мортал Блейд в самом начале, это вообще... Это... Мортал Блейд в рандомайзере, это святой Грааль, так сказать. Рандомайзер. Что у него есть? Микири. У него есть Микири еще там. Жесть. Не то, что Микири суперполезный, но он полезный. Карп и что-то там еще. Микири это балдеж. Микири это скилл, который позволяет определенным образом контр-атаковать... Ну, не контр-атаковать, а справляться с колющими атаками противников. Микири Каунтер. Что это? А, это Орин. Жесть. Так, Орин это антибалдежный босс. Это будет непросто. Жесть. У нее хп еще что-то очень много. У нее очень много хп. Так, это будет тяжелое. Тут 100% он может умереть. Жесть, тут мало дэмэджа наносит. Памянем. Жесть, камера. Тут еще арена с боссом вообще максимально всратая. вот эта комнатка 2 на 3 метра. Слушай, ну он очень хорошо знает муксеты. Он четко парирует все комбо. Длинное, среднее. Профессионал сразу видно. Да, он хочет заюзать Ака на вторую фазу. Да, собственно, они объясняют, как работает система постчера, что, чтобы активировать Death Blow можно либо свести хп до нуля, либо использовать вот этот верхний бар. И для того, чтобы наносить урон постчеру, нужно наносить удары по телу либо в блок и парировать атаки противников. Собственно, вот этот баф, который он использовал, он увеличивает... Да, этот граб доджится, даже если ему ломают постчер, так что, жесть, она зачарживается. Мортал Дро, так. Мортал Дро, так. Держать немного хилл с дамагом всегда хорошо. О, да. Если... Что-то специфическое для игроков. Если у нас постчер, которая на боку, будет на максимуме, то мы должны быть перспективным эффектом. Оу, следующий атак. Да, извините за это. Так, ладно. Ну, у него еще есть резуректы, у нее мало хп. Жесть, она еще и в тумане, и вообще ее не видно. Так, последняя атака. Блокон, шали... Хорошая атака, все, она мертва. А шо ж ты за канцель? Ладно. Нормально, пук чамп. Форстрайль, форстрайль. Это пук чамп. Дайте-ка я посмотрю, сколько конкретно шугары дают процентов. Значит, акуа шугар увеличивает хелс дэмэдж 12,5%, постчер дэмэдж 25%, яшу рику шугар 25% хп дэмэдж 50% постчер дэмэдж. Собственно, воу, вот. Поэтому леденцы не столь эффективны в бафах. Это... Шира Фуджи. Ну, Шира Фуджи это... Нормально. Собственно, Ган Лейди, вот эти вот подруги, они... казуально разваливают суперросска всех, своим грабом, но их граб атака парируется. И если знать, как ее парировать, то этот файт становится очень тривиальным. Ну, цивово играет, два удара, ждет, что она сделает. Даже не играет до дефлекта, не рискует. Дэмэджу не очень много. Цель Any% Immortal Severance. Что он делает? Он думал, что у нее только одна фаза почему-то. Жесть. Концовка Immortal Severance. По сути, он просто играет на любую концовку, которая не Shure Ending. Я думаю, что он любую концовку. То есть, если он найдет предметы для концовки, типа, там, для Purification, то он сделает Purification. Хотя не факт. Да, очень мало атака пауэра, поэтому ошибка. Жесть. У него очень быстро регенится Posture. Да, он вспомнил, что можно Mortal Draw, в принципе, заюзать за обузел. Пук Чамп. Mortal Draw очень сильно работает на Gun Lady. На ней можно просто спамить два свинга, дефлект, два свинга, дефлект. Ему хватает на, сколько, 6-12... Ему хватает на 5 свингов. То есть, это два полных плюс один половинчатый. При этом Mortal Draw можно использовать, даже если вам не хватает эмблем, но просто он будет сильно меньше урона наносить. Но использовать все равно можно. Спасибо большое. У нас есть два анонимных донатчика, но, вероятно, они с одной стороны, потому что комментария в двух случаях говорит «Для Герменч-Вормз-тима Раммл». И, в целом, они донатили на Вормз-Армагеддон-инцентивы. Так, они выбрали команды Герменч-ворти до 40 долларов. И Вормз-намы Вени и Эксо, Я Шурику Шугар, хорошо. Ну, я думаю, что с Ака Спиритфолл... О, Снейка и с Армард Ворьер. Это мем. Собственно, Армард Ворьер — это единственный босс в игре, которого нельзя убить, в каком-то смысле. То есть, чтобы его убить, вам нужно столкнуть его в арене. Ой, жесть, там моб заагрился, капец. Еще и моб такой жесткий, да, квит-аут. Это босс, чтобы убить которого, его нужно столкнуть с ареной. В рандомайзере его просто достаточно толкнуть в любую стену. То есть, не обязательно искать обрыв. В принципе, толкнуть его в любую стену будет достаточно. В лужу утопить, да? Кстати, хороший вариант. А мне интересно, он хочет застелдизбловить с Гатчин Шугаром? Ну-ка, получится или нет его со спины задизбловить, короче, и толкнуть сразу в лужу? Вообще должно сработать, ну-ка. А может, нельзя его задизбловить? Но он в том числе Гатчин заюзал, чтобы на него мобы не заагрались в арене. Особенно Гатчин Шугар — это Шугар, который делает вас безслы... Абсолютно ваши шаги делает без звука, и делает вас супер малозаметным. Да, потому что у них просто ползают вокруг, и он просто интеракт с ним. Но... Да, из софта, я никогда не предупредил. Я думаю, это может быть рандомайзер, но... Ты знаешь, давайте просто скажем, что вы все правы. Спасибо. Так, собственно, сейчас он просто толкнет его в стену. И этого будет достаточно. Робарто... Что? Ээээ... Да, походу... Походу стена, короче, это не подошла рандомайзеру, не понравилось. Так, надо другую сторону попробовать. Другая сторона. Да, Покчамп. Да, Покчамп. Робарто... Он не кричит. Есть. Падер Белл Чарм. Падер Белл Чарм – это вторая Херата. Да, но, к сожалению, чтобы попасть во вторую Херату, надо пройти первую Херату. Поэтому, пока что это бесполезный предмет. Падер Белл Чарм – это очень хорошо, больше урона, это третий атак пауэр. Ну, второй, как бы, но в сумме три выходит, потому что в старте начинаешь стремя жреть. Из пола вылезла какая-то жесть. Прешес Бейт. Дэмэдж бафф – это... Вот в рандомайзере дэмэдж бафф – это одна из самых важных вещей, которая нужна для упрощения игры. Так. Гуртсит. Это Мидэйр Комба, или шо, это Чезинг. Что там за Шурикен? Чезинг Слайс. Да, Мидэйр Прост... А, это Простатик Тул. Мидэйр. То есть, короче, Мидэйр Простатик Тул может быть полезен, если фаеркрекера. Поэтому он может взять, может, фаеркрекер и юзать фаеркрекера в прыжке. Спирит Эмблема есть, бафф Микири есть. С того, что я увидел, что там еще было, но я не увидел что. Есть полезные скиллы покачать, короче. И он пойдет сейчас брать простатики. Он нашел копье, и он нашел фаеркрекера. И фаеркрекеры. Фаеркрекеры самый имбовый простатик, как я уже сказал. Мемори оф Хедлэс Эйп. Еще больше урона, это пукчамп. Все, копье, фаеркрекеры. Практически спидран лей-аут. Только шурикена не хватает. Собственно, фаеркрекеры это самый жесткий простатик в игре. Он станет врагов. Еще и наносит кучу пулчер дэмэджа животным, что на Guardian AP может пригодиться. Поэтому это вообще самый жесткий простатик. Очень полезный. АПМ хилку, потому что почему нет? В принципе, спидране вообще ахилкой не используется, но поскольку все равно куча бафа фласки поднимается, поэтому... Прекрекли взять. Шесть. Ууу, это много. Шесть очень много. Идем в Mibu Forest. Смотрим лут. Сейчас будет супер жесткий скиппоз. Вообще три скиппоз. Кто там? Шичимен. Да, все. Нет, туда не идем. Туда не идем. Второй шичимен из трех. Найден. Слава богу, он не рот блочит. Это просто optional босс в локации. Запрыгиваем на крышу здесь дерева. Ууу, ранкард. Токуджиро. Токуджиро. Жесть. Жесть, он толстый, капец. У него хп. Даже потому что у него четыре атака пауэра, все равно много хп очень. Дранкарды, я бы сказал, одни из самых сильных мини-боссов по мувсету. Он такой рваный довольно. И если, короче, если ты не шаришь чего происходит, то очень легко поймать спичку неудачную. И проблема в том, что они еще так любят комбинировать атаки жестко неудачно. Плюс куча хайпер-армор атак. Поэтому вот, например, сейчас тайминг на атаке был немножко кривой из-за того, что он стоял под определенным углом к мечу. Это, конечно, не так проблематично, как с Хедласами. С Хедласами это вообще фулл провал. Но, тем не менее. Нормально. Завалил токуджиро. Да, алкаши. Алкаши — это серьезные враги. О, там Эдса принес чаек, себе сделал чаек. Я бы тоже чаек сделал. Говорит, вон, Фадж, иди тоже сделай чаек. Иди туда. Фадж говорит, а я тоже хочу чаек. Джефф говорит, кайф, чаек. Может, это даже не чаек. Джефф говорит, я тоже хочу чаек. И пошел. Жесть его булят мобы. О, еще три конфетти. Кайф. Еще три конфетти. У него теперь шесть конфетти. Можно утонуть в конфетти. Поэтому, если последний шичмен даже где-то за рот блочит, то его будет легко убить. С шестью конфетти сто процентов хватит ему. А он еще и Remembrance, не Remembrance, Memory Corrupted Monk нашел где-то. Дэмэдж прибавляется, уже хороший дэмэдж. Кто тут? Это самурай? А, это Seven Spears. Бог Чамп, Seven Spears. Жесть. У него еще и аура, короче, за ним летает, как будто он призрак. Seven Spears это тоже одни из самых сильных мобов. Слава богу, у него есть Микири Каунтер. Но Seven Spears это одни из самых сложных мобов для изучения. У них очень такой мувсет хитрый. Да, зафейлил он Микири. Шикибу Тошикатсу Ямаучи Оф Де Уотер. Прикольное имя. Закомбайнено. Все, убил он его. Ух, Чамп. Уже хороший дэмэдж, уже хороший дэмэдж. Цака Шугаром, Спиритфолом, вообще балдеж. Преер Бит. Штурикен, чувак, ну ему падают вообще все же. У него фул спидранерский лей-аут. У него копье, фаеркрекер и шурикен. И теперь с шурикеном он может еще и получить лишний предмет у скульптора. Потому что после нахождения трех, после нахождения трех простатиков, простатик тулов, можно получить скиллбук. Ооо, Ишин. Сорт Сейнт Ишин. Жесть, он сразу его развалил какой-то атакой с разбега, я с плохого угла. Че, пацаны, ласт босс? Сорт Сейнт Ишин, кайфово. Файт. Проблема файта сорт Сейнт Ишин это вторая фаза. Вторая фаза очень сложная. Самая сложная. Во-первых, он любит не гиперпозить. Во-вторых, у него комбо по восемьдесят тысяч ударов появляются. Первая фаза самая легкая. Вторая фаза, он достает копье. И это не весело. Становится. Третья фаза, он спамит молнию часто. Вот, вот, вот эта комбо самая неприятная. Четыре, он сделал мемный фоллоуап. Плохой, который... Он может сделать пять ударов и Микири, а может сделать пять ударов и Ауе Ветер. Тут очень большая арена. Вот неприятная вещь Ишина, если он начинает мазать, короче, и потом начинает свой гиперкомбо мутить с гиперпойзом. И ты не можешь ничего с этим сделать. Еще очень неприятная атака, где он отпрыгивает, потому что она очень быстрая. А, рано прыгнул. Так, надо заканцелить тычкой. Хорош. Вторая фаза, все. Третья фаза должна просто пойти. Начинает с молнии почти всегда. Прыжок. Молния. Пам-пам-пам. Вторая молния будет рано или поздно тоже. Ой, сделал гиперпойз, атаку. Нет. И тоже плохой фоллоуап. Плохо прыгнул. Жесть. Ну, сразу видно, что Муртак Шура раннер. Тяжело ему с... Ну, не как тяжело, я не могу сказать, что тяжело. Ну, не так хорошо он, видимо, знает мувсет Сэнт Ишина, как мувсет Шура Ишина. Ааа, ластичка. А он не может... Он не может даже молнию заюзать, потому что его молния убьет. С таким хп. Не прыгай. Да, налево, налево хорошо стрейфится. Фаеркрейкер. И тычка. Купок Чамп. Форстрайк. Красава. Он Шурика уже убил. Шурика Ишина. Он уже всех Ишинок убил, получается, обоих Ишинок. Развалил. Рано выпали оба Ишина. Первый Ишин был вместо Гьобу, этот Ишин вместо Краптед Монка. Посмотрим, где другие боссы будут. А, ты имеешь ввиду Димонов Хейтера? Ну, Димонов Хейтера еще не было. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, будет. Может, и не выпасть. Шиноби, эзотерик текст. Шекс, посмотрим. Что за скиллы есть? Последний текстбук. Мид-эйр. Все. Мид-эйр комбо. Артс. Все. Короче, теперь есть Джамп Мортал Дро и это имба. Джамп Мортал Дро позволяет, опять-таки, по какой-то причине, то есть это можно считать гличом, абьюзом, чем угодно. Мортал Дро, использованный в прыжке, наносит урон как энханст Мортал Дро, то есть как загрыженный Мортал Блейд. И... Так. Окей, босс в Санкен Велее ничего не дает, судя по тому, что сказал Мурток. Поэтому, возможно, к Гардиан Айпу мы даже и не пойдем. В Санкен Велее это локация, где Гардиан Айп оригинально находится. И, короче, Джамп Мортал Дро наносит очень много урона, так что можно ждать, как он будет прыгать и делать Мортал Дро. Нет, боссы повторяться не могут. Ну, то есть боссы которых, мини-боссы которых несколько в игре могут повторяться, а обычные боссы не могут. Да, у него есть копье. С копьем вот этот файт будет сильно проще, потому что копье снимает с него броню и носит кучу урона. Раз, и второй слой брони надо снять копьем. Так а что ты не снимаешь второй слой брони? Может, он не знает, что два слоя брони просто? Второй раз копье наносит. Ну, он и так, типа, много урона наносит. Но просто броня съедает урон, в том числе. То есть она уменьшает урон, который ты ему наносит. Может, он хочет во второй фазе заюзать копье? Возможно, он просто не знает, что копье можно два раза заюзать на нем, чтобы снять всю броню. Да, я думаю, что он просто не помнит либо не знает, что у него два слоя брони, что можно два раза копье использовать. Ну и ничего, у него много дэмэджа уже. В принципе, без проблем с ним справился. Мини-босс, чтобы получить копье, но он уже получил копье с мини-босса, поэтому это не актуальная заметка. Так, кто босс? Я не увидел. Босс... О-о-о-о! Гардиан Эйп. Жесть, он прыгает через крышу. Балдежь. Это, собственно, Headless Ape. И, я так понимаю, к нему прибежит его подруга. Ну, кстати, дэмэдж – мое почтение. Очень много урона наносит. Проблема этой арены в том, что, да, вот когда он делает скрим, то некуда убежать. Он еще и мажет. Капец, у него хитбокс просто не попадает. Короче, я не знаю, прибежит вторая макака или нет во второй фазе. Вообще должна. То есть он ее зовет. Да, она прибежала. Но он столько урона наносит с джампом дэшу, и он просто развалил вообще. Капец. Собственно, это сила джамп мортал. А, еще третья фаза же. Третья фаза. Так, поехали. Обезьяна осталась! Жесть! Ау! И у него еще и два хелсбара у этого ау. Так, а эта обезьяна будет нападать или нет, или она пока постоит? Так, я надеюсь, она не будет нападать. Так, это вообще какой аул? Это... Это обычный аул. Это тот, который первый на крыше. Или нет? Я не вздумляю. Нет, это тот, который не на крыше. Потому что он двора... Он всегда после второго удара дефлектит. Да, это жесткий аул. Это жесткий аул. Да, потому что он не кидает шурикен после прыжка. Это аул, который в Хирата 2 находится. Так что сейчас будет... Да, обезьяна не атакует. Все нормально. Так, и вторая фаза. Сейчас он будет превращаться в сову. Прыгает по всей арене. Так, пошел джамп Мортал Дро. Как вы можете видеть, он прыгает специально, чтобы наносить больше дэмэджа. Потому что еще раз джампинг Мортал Дро наносит больше урона. Где-то в полтора-два раза больше урона наносит. Жесть, камера... Просто хеликоптер-камера из-за обезьяны, которая рядом стоит. Жесть. Супер эпичный бой. Летает сова просто. Жесть. Копчам. Ага. Она может атаковать, оказывается. То есть все это время она не атаковала, потому что он рядом с ним стоя. Жесть. Погладила. Хайфайв. Дала обезьяна в конце. Выпала еще одна мемори. Еще один баф урона, очень хорошо. Ну развалил он Guardian Ape во второй фазе моё почтение. С Ака Шугаром и с джампом Депрот за три свинга его унизил. Там обезьяна дальше стомпает, бегает. В общем, здесь нам обязательно нужно поговорить с Кура, после Кура нам обязательно нужно поговорить с Ишином. И после этого у нас откроется доступ к обезьянам, где должны быть обезьяны, то есть появится колокольчик в Сэнпу Тэмпу. Так что вот, ну должен появиться колокольчик в Сэнпу Тэмпу. Когда мы разговариваем с Ишином, он нам говорит, где Мортал Блейд, по идее мы можем найти, что типа там обезьяны туда-сюда, и этот диалог открывает доступ к обезьянам, к гимминг-боссу обезьянам. Но как бы у нас уже есть Мортал Блейд, мощный паркур, нужно пролутаться, сходить к торговцу, посмотри, что он продает. Что продает торговец интересного, как пелет, ничего интересного не продает. Электрический дракон тоже будет. По идее, дракон не рандомизится. По-моему, его можно зарандомизить, но я думаю, что дракон будет в своей арене. Я предположил, что дракон будет в своей арене, и конкретно он не рандомизится вообще. Но я так думаю, это не значит, что так будет. Возможно, дракон будет... Типа, когда дракон рандомизится, у него вырастают деревья в любой арене, но дракон может быть только в нескольких аренах. По-моему, дракон может быть только вместо Demon of Hatred, либо Гьобу. Так что, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что вот только есть, да, три арены с боссом, где он может заспавниться. Это Demon of Hatred, Гьобу, но это одно и то же место, но типа разный босс. Либо его оригинальная арена. Может быть, он может заспавниться в пещере у Guardian Ape, но я не уверен. У Headless Ape. Конечно, народная поделка. Такие вещи не делают девелоперы обычно. В общем, можно направляться в сторону Сэнпу Темпл. Он даже Armored Warrior не чекал, но опять-таки он поговорил с Ишином, поэтому... Жесть, чел Бодиблоч... Капец. Он даже не чекал Armored Warrior, так что посмотрим, кто вместо Armored Warrior, и дальше направимся к обезьянам. Каждая обезьяна заменена на мини-босса, поэтому это будет вообще балдежный файт тоже. Третий, последний генерал. Собственно, можно увидеть на примере этого босс-файта, насколько много урона наносит Jump'em D вместе с Ако Шугаром. Просто умирает за два свинга плюс пару дефлектов. По идее, боссы не могут спавниться вместо макар, вместо макар могут спавниться только мини-боссы. Самое веселое, когда спавнятся быки, чуваки. Вот когда быки спавнятся вместо обезьян, вот это балдеж. Посмотрим. А, он не чекнул вот этого. Так. У-у-у, два memory, два бафа. Это жестко. 1800 ему нужно? Хватит ему? Ему не хватит. Никак ему не хватит на вторую память. Но есть на что копить. А че он? Не, он все-таки продаст. Не, хватит, хватит. Я погорячился, что ему не хватит. У него аж шесть было маленьких. Шесть маленьких... Мешочков золота. Не, ну я Шурику Шугар, зря он продал. Я считаю. Ну, в принципе, Сака с Перитфолом, какая разница. Жесть, два... Еще два... У него очень, очень большой урон. Для этой стадии игры, прям, прям, очень хороший урон будет. Но сколько геймплея осталось зависит от того, где предметы будут зарандомлены. Аксуф дээ... Манки... Акс не шарю, аксуф дээ манки это просто топор. Ему дало. Вместо скилл 3. Ну, топор... Не пригодится нигде. А, манки дают фор хинт. То есть, типа, это очень полезно для рандомайзера. Да, и по сути, этих хинтов будет достаточно, скорее всего, для того, чтобы понять, как оставшаяся часть рана будет работать. Но я скажу, что он с большой долей... Он может underestimate, типа, 20-25 минут легко закончить. Прям очень легко. У него очень хорошее начало было. У него ранний Mortal Blade, у него куча дэмэджа. И у него есть Aka Spirit Fall. Да и без Aka Spirit Fall, у него все же угров очень много было. Нормально, хп, в принципе, куча гуртсидов, классок, зарядов. Открываем дверь. Дверь дает айфреймы, поэтому тут фулл идет нарезка персонажа, но нам все равно. Нет, урон от воспоминаний, это механика игры. Так, посмотрим, кие... Так, о-о-о-о, я говорил быки-балдеж. Вот, поехали. Быки-балдеж, пацаны, отвечаю. Ну, это еще типа изичная локация, где бык вообще спавнится, если вместо зеленой или какой... Короче, вместо макаки, у которой слух, классный. Это вообще самый кайф. Так, вторая макака... Это... А, это этот, это моб, господи, у меня вылетел из головы, как он называется. Короче, мемный моб. О, мой бог, что? Снайп. О, Ками Лидер заспавнилась, короче, в середине. Это подруга, которая... Лайтнинг мечами кидается. Кайф. Это она его заснайпила, конечно, унизила. Ой, повезло ему, что хайперпой спрокнул. Молния! Сбил! Ах! У него очень мало хп, поэтому он его ваншотнул. Нормально. Так, и последняя осталась... Последняя... Самурай? Самурай, да. Генерал. Ну... Еще мобы спавнятся рандомные, но он ваншотает его за два... За два мортал дро под бафом, поэтому... А, даже без бафа ваншотает. Ну и все, остался... Остался последний... Так, читаем. Перед тем, как убить последнего моба, читаем. Я не понял, что это должно значить, в общем... Значит, нет ничего в Дивайн Реал. Я даже не знаю, что такое Дивайн Реал, если честно. Так, что мы не должны идти. Да, если мы получим Юнг Белл Чарм, то мы не получим дебаты. Санктум и Холлион Фестима, не вылезает вашего времени. Это Сэнпу Темпл, и я скипнул два чек, ну, в самом деле, три чек. И так, это хорошо, что я сделал это, потому что я не хочу... Короче, в Сэнпу Темпл тоже ничего нет, и он скипнул пару предметов, и, судя по всему, к ним не придется возвращаться. Это может быть очень быстрым, и сейчас я динкнулся, мы будем идти в Дивайн Реал. Поехали! Ни мини-боссы в Дивайн Реал. Да, я сказал, что нет мини-боссов в Дивайн Реал. Так, что мы просто сказали, что нет Треша и нет мини-боссов. И, да, что-то руляет много вещей. Так, мы можем идти в Дивайн Реал и Дивайн Драгон, да? Нет, нет чеков в Дивайн Реал, или Чичи Мэн, я думаю. Но это не мини-босс. Так, Мисс Нобл потерялся. Да, он будет использовать Иллюзив Холл Белл, и Иллюзив Холл Белл резетит всех мобов в локе. Так что... Это сработает. В общем, он пойдет в... Как же он называется-то, господи? Мозг, Сибирица. Он пойдет в Фаунтейн Хэд Пеллес, потому что, судя по всему, больше некуда идти, кроме как Фаунтейн Хэд Пеллес. Может быть, в самом Дивайн, в самом Фаунтейн Хэд Пеллесе не будет каких-то предметов, но все равно нужно убить как бы дракона для того, чтобы перевести геймстейт в нужную стадию. Я, по-моему, он не нашел ни одного ключевого предмета, кстати, для перевода стадии игры в второй World State. То есть, он не нашел ни флауэр, ни камень, и не нашел... А, у него Мортал Блейд есть, да. Только Мортал Блейд у него и есть. Я думаю, что он пойдет в сторону Санкин Вэлэй сейчас, потому что он не был в стороне Санкин Вэлэй. Да, но у него нет Гонфорт Ки. Он говорит, что у него есть хинт... То есть, у него есть хинт к тому, что ему надо идти к Хэдлосу, который в Гонфорте. Да, и, собственно, Гонфорт Ки, с какой-то вероятностью, он найдет просто по пути к саму Гонфорту. И мы не получили никаких хинтсов, рассказывая, что он не обиделся с Санкин Вэлэй. Так что, я думаю, что это может быть хорошая шанс, что здесь есть что-то доброе. Что это за лучница? Лучница... Он мертв. Ой, выжил на одном хп. Надо убить моба. Он умер. Но эта подруга жестко стреляет. Ваншотнула. Жесть. Месть. Эмпауэрд Мортул Дроу. Да. Эмпауэрд Мортул Дроу, да. Я сделал это. Итак, теперь мы просто выйдем сюда, чтобы проверить это быстрое урона. Это ключевое урона. Ооо, это ключевое урона. У него и так много урона, а еще больше урона, еще лучше. Да, ему все еще нужен лотос, флауэр и камень. Есть только Мортал Блейд из первых трех ключевых предметов, которые трансферят World State вперед. Альтернативно он может найти не Ганфорд Кей, а Паппи Тир, наверное. Но я не шарю, как это работает. Ну, хотя не, это же типа, ладно. Я думаю, что вряд ли тут рассчитано на такие страты. Хотя может быть. Может по пяти рай хватит, чтобы через Санпут Эмпл попасть в Санкин Вэллэй. Непричем не полезно. Да, это просто бюджет. Купить один, получать один бесплатный. Итем. Но просто... Вы не должны потратить сколько, когда вы купите. Да. Я думаю, он может добавить итем в магазин. Байк Дал... Я не думаю, что это не дал ему взять Идл. Посмотрим, что за мини-босс А, это первый Первый Лоун Шэдоу, кстати Мини-босс, который он нашел Лоун Шэдоу прикольный босс-файт У Лоун Шэдоу еще есть фишка, что Они разные, то есть есть чел, у которого Собаки, у другого чела есть рука Ядовитая У двух челов есть рука Ядовитая, у части Лоун Шэдоу ничего нет В принципе Прикольный мини-босс Ганфорт Ки Да, удобно, удобно В общем, ключ к двери В Ганфорте лежал в челе по пути К Ганфорту Удобно, удобно В общем, здесь обычно куча снайперов Но поскольку это рандомайзер, то Их нет Можно идти напрямую безбоязненно Но при тем как идти, надо болтаться Хэви Коэн Пурс Неплохо, мало ли еще деньги пригодятся на что-то Хотя, я честно скажу, у него уже в принципе билд готовый Заканчивайте игру Посмотрим, кто вместо сэнтипида у нас здесь О, туториал Туториал генерал Я сказал, что все генералы закончились Но туториал генерал остался Да, четвертый Ок, чамп Нет, могут и на настоящих местах заспавниться Почему? Тру рандом А, кстати, он не умеет еще нырять Поэтому не может поднять предметы здесь под водой Ему нужно будет найти ныряние под воду до того момента, как он найдет А я как-то не уверен, может ему как-то упадет оно Само Ну, короче, ему нужно будет ныряние под воду до момента, как он Перейдет Во второй World State Нападение на кассел Ну да, не совсем true-random, типа softlock нет Также тут настройки такие, что, я так понимаю, это не full shuffle То есть есть определенные места, в которых могут быть ключевые предметы То есть не совсем везде ключевые предметы могут быть, только в определенных местах То есть все равно в куче мест, но есть ограничения Так, а кто это? Это Эмма? Кто это? А, это гения Это... Гардиан Геничира А это какой гений Геничира? Это третья фаза? Я не понял, это третья фаза или это... Как его знает Так В мер Жесть Знаешь, анимация Мэмори Гардиан Эйп, ванила практически Еще больше Большой урон Может, да, может та, которая передеда, а может та, которая оригинальная А, ну да, он Мортал Дро вроде в начале делал, так что, да, я думаю, это та, которая передеда Но опять-таки, мы уже по хинтам знали, что здесь ничего полезного не будет для ключевых предметов Так, пойдем После убийства Гардиан Эйпа здесь Хедлесс Эйп спавнится в пещере, поэтому сейчас здесь будет босс Что за босс? Обычный Гардиан Эйп, ну почти, почти ванила, почти ванила Да, собственно, его можно станлочить в первой фазе Через 7 или 5 ударов Крутой босс Вторая фаза Ну, с его уроном и с Джампинг Мортал Дро, Исака, Спирит Фолом Я бы на его месте, конечно, не Спирит Фол есть, но у него куча шугаров есть Но у него вообще и копье есть То есть копье можно во второй фазе доп дэмэдж наносить после план Житаки Копье Копье Пок Вытаскивая Многоножку из него Наносит кучу урона Ах, застагерил через Джамп МД, Заканцелил Скрим, Укчам Ну, с таким уроном Изичный файт Посмотрим, что выпадет И мы уже знаем, что один из них будет необходим Так, давайте посмотрим, что мы получим Шелтер Стоун Так, один из Все, теперь есть два из трех предметов Необходимо Остался только Только цветок остался И еще одна мэмэри Ну, дэмэдж у него просто зверский уже Реально Сколько у него атак пауэра Пик его знает Короче, у него очень много атак пауэра уже, по ощущениям А, стоп, Шелтер Стоун Короче, Шелтер Стоун дает ныряние сам по себе В рандомайзере, я понял То есть, как лут после убийства Краптед Монка Понял, поэтому мы лутаем под водой теперь Штуки И лотус И в первом же предмете он находит ключевой предмет В первом же сундуке Бог Бог чамп Все, он нашел три ключевых предмета Ворлд стейт свичнулся Так что теперь заспавнился на крыше Ашина Касла Новый босс Так что можем проверять АПМ, ХП Все, мы триггернули первый ворлд стейт Первый ворлд стейт триггерится, когда вы находите все три ключевых предмета в первой половине игры Это цветок, камень и Мортал Блейд Второй ворлд стейт триггерится после убийства Дивайн Дрэгона Так что все Ашина Касл под атакой Все идолы становятся неактивными Этот идол становится активным Ой, жесть, тут моб неудачно заспавнился Теперь Ну да, собственно, я говорил, что Андервотер ему даст этим автоматом И да, Шелтер Стоун дает в рандомайзере возможность нырять Потому что без возможности нырять невозможно здесь проплыть казуально Поэтому да Да и не казуально, собственно, невозможно Да, еще осталась Леди Бабочка Может и на крыше быть Почему нет Ага, Ароматик Бранч еще остался Ароматик Бранч нужен для того, чтобы попасть в Фаунтейн Хэд Пелес Это Аул один? Это ванила или что-то? Так, самое главное, правильную концовку выбрать Ну нет, я думаю, что это просто МПЦ Леди Баттерплей Реальная бабка Ну бабка Ну, кстати, нормально бабка танкует Вообще Жестко Че он делает? Шо он за обузную страту какую-то использует Пацанскую Жесть Я вообще Не шарю за такие модные страты Говорит, я не знал, как ее убить Если надо больше, чем один свинг Мортал Дроп, поэтому я загуглил, короче, страту и нашел, что можно дэш R1 нажимать Жесть Жесть Детка оказался бабкой, реально Мистер Эйвен Фэзерс, но это не пригодится Теперь нужно поговорить с Курой и с Эммой, для того, чтобы толкнуть Иммортал Северанс Квестлайн вперед Апнутая Микири взял Спирит Эмблему взял Я не знаю, я никогда не видел эту стратку, но видимо я слишком... либо я забыл уже, либо я казуально слишком рано перестал играть в эту игру, чтобы... Чтобы знать стратки, казуальные какие-то В принципе, Леди Беттерфлай довольно легкий босс, даже без каких-либо абузов Да Угу, короче, идет к Шичмену, один из последних файтов доступных остался, но есть вариант, что... у нее есть конфеты... Тут очень мерзкие мобы какие-то еще вокруг... Сейчас надо... ну, чел-о с колоколом надо первым убить с иглы Что тут, какой-то чувак с копьем, короче... Не копье, это этот самый... Снайпер Что он делает? Что он делает? Что он делает? У него есть пассифайн эйджент, ему надо пассифайн эйджент заюзать Щееееееел... Юзай пассифайн эйджент сначала Снимает агро... ну да, он может, собственно, со снятым агро он может его задезблодить разок... Может, ему даст дезблодить, а может, и не даст Но ему по-любому нужен пассифайн эйджент, он очень мало дэмэджа наносит Пассифайн эйджент, чел Да, собственно, драгон дроплет разблокирует автоматом до пресс Ну надо, надо было... А, ну он дофига дэмэджи делает, ему и пассифайн... Жесть, он не шарит, как с шичменом Ну вот, сразу видно, не олл босс из мини-босса раннер Да, сразу видно, что не олл босс из мини-босса раннер, так сказать Не шарит, как драться с шичменами Ну то есть шарит, самая жесткая страта против шичмена, важная, это бить его дэдэнглом Вот, кстати, единственный босс, которого есть смысл убить дэдэнглом В любой арене, так сказать, это шичмен Потому что с дэдэнглами он не юзает телепорт То есть он не блочит ваши атаки, не юзает телепорт Это дэдэнгл, кстати, поскольку в этом спидране это вообще не актуально В рандомайзере дэдэнгл это... В общем, если вы когда бьете босса под углом, то его искусственный интеллект думает, что вы бьете не его, и он не блокирует удары То есть он просто танкует удары лицом И все И, собственно, то же самое происходит с шичменом Когда вы бьете в лесу шичмена, он автоматически блокирует, дефлектит и телепортируется от вас Но если бить его под углом, то он не вдупляет, что происходит, и просто ничего не делает Собственно, сейчас он идет к Севен Спирзу, где должен быть Севен Спирз Севен Ашина Спирз Шизу Кто это? А, это Оками Лидер Оками Лидер это 0 хп босс, поэтому здесь нет проблем С тем, чтобы его убить Футбол Ти Сплитов Ничего не выпало А кто остался еще? Ну вот Зайпер, короче, подсказал Ему выпал Фезер, но Фезер, видимо, что-то другое значит рандомайзере Короче, Мист Ревен Федер считается как... Кстати, вот это прикольный джамп, который используется в некоторых спидранах Мист Ревен Федер также считается по логике, как и Паппи Тир, я правда не знаю, как это работает Ароматик Бранч Пок Чамп, все, ароматик Бранч это ключевой предмет чтобы пп... А я не шарю короче, причем прикол он типа автоматом дропает лут или короче здесь я не шарю за рандомайзер типа в чем прикол вот этого лута который он поднял или он просто не он просто забыл про этот лут aromatic branch собственно это предмет который нам нужен для того чтобы вопасть в Фаунтейн Хэд Палас. Собственно Фаунтейн Хэд Палас последняя локация которая нас отделяет от следующего Уорлд Стейта то есть нужно убить дракона с Чао надо поговорить с Кура и с Эмэй перед тем как идти и после этого после убийства дракона после зачистки Фаунтейн Хэд Паласа мы попадем снова в Ашнэ Касл последний Уорлд Стейт и в этом Уорлд Стейте нам останется только найти ключ к двери в пешину больше ничего куча предметов ему что-то насыпало Да донейтите собственно если деньги идут в фон Сейвда Чао Который помогает детям по всему миру оказавшихся в трудном положении Так собственно отправляемся в Фаунтейн Хэд Палас и в Фаунтейн Хэд Паласе сразу же первый босс будет у нас который должен был быть Трумонком но он будет посмотрим чем будет В общем из химтов мы знаем что предметы предметы а корраптед монг ну почти ванила почти ванила пацаны Корраптед монг уже стычку втанковал Корраптед монг супер бастед босс по одной простой причине Проблема корраптед монг в том что пока у нее супер много хп у нее нереально быстро регенится постчер поэтому пока не продамажишь ее хп то у нее будет супер рост коррегенится постчер я так понял он хочет конфетик разызать чтобы ее дамажить быстрее и просаживать хп через блок потому что при при ударах с диван конфетти дэмэдж проходит сквозь блок Да собственно они рассказывают про Трумонг фейзван скип который они Вот от сил фаеркрекера я понимаю короче Жесткую в дому Так я надеюсь он Он должен ее добить уже с таким хп Так хорошо супер малых хп прыжок назад не забайтился Тычку дай ладно задефлектовать все изи В общем они рассказывали про Трумонг фейзван скип в карант патче что в карант патче Трумонг фейзван скип пром софтвер запатчили как бы в 1.03 и последующих версиях Трумонг фейзван скип но на самом деле его просто сделали Типа он остался в игре но он стал в тысячу раз сложнее То есть если Трумонг фейзван скип в релизном патче работал очень просто То в следующих патчах есть окно в 4 фрейма в которые можно задезбловить Трумонг пока она неуязвимая Короче супер плотный скип который делается с колесиком мыши потому что без колесика его делать стабильно невозможно Практически ну фактически невозможно В общем здесь мы проплываем мимо карпа Жесть я никогда не видел такую страту с подъемом вверх надо будет чекнуть ее Как-нибудь типа он просто вверх нажал input и вообще ноль движения произошло но возможно карп из этого промазал все равно Надо будет не забыть И мы направляемся к дракону Жесть там самурай толкается Генерал Душит Душит в спину В общем они запатчили Трумонг в phase 1 скип но он как бы остался но он просто стал в 1000 раз сложнее и прошло довольно много времени перед тем как его начали использовать Потому что никто не понимал как он работает стабильно Но в итоге сейчас он повсеместный ну повсеместный типа он используется во всех категориях Которые нужно убивать Трумонга ну кроме гличлоса само собой И давайте смотри дракона Давайте смотри дракона Так Короче все враги в первой phase дракона такие подрон дамажены Поэтому здесь Жесть таракан ползает Собаки душат Обезьяны собаки Так Да Плохой Три плейсмент Придется драться Чуть более легитно В общем здесь нужно убить определенное количество мобов И тогда хелс бар Упадет до нуля Жесть там таракан ползает Я так понимаю подсвеченные огоньком это те которые не Он ждет вторую ветку короче Чтобы сделать ауешный свинг С белого дракона Жесть там собака плюется Молниями Жесть встал Встал неудачно прям под этой Не задесбловить Нормально Один моб остался Так Чел исчез Жесть Вот это какой-то жесткий последний чел остался Так и Эма Жесть вот это Дивайн Эмма Это аниме файт какой-то На воздухе чисто Так А тогда Дивайн Драгон может Фик вы знаете где может испавниться Рип Эмма Пипи Хэнс Да собственно Эмма это босс шурендинга Ну все мы собственно всех боссов шурендинга убили и Файрышина и Эмму Я считаю что это канон Да канон И все мы переводим И она сразу дала ключ Все пацаны Спидрана кончен Она дала ключ как ванили Это ванильный дроп Ванильный дроп пацаны Жесть Ну это Это Марафон лак наоборот Все игра пройдена Собственно ему нужно было просто получить ключ А но ему еще слезы по идее нужны кстати на концовку Так что я не уверен Типа нужны ли слезы Или ему дало слезы с убийства Я не обратил внимания Для самой концовки Мы посмотрим Посмотрим Еще один джузо Жесть Лучник задушил Нет ну ванила Ванила ключ это жесть какая-то Так бы пришлось помочить мини боссов Там побегать по локе Может демонов хейтера долбить Но я думаю что он будет тянуть время Я думаю что он будет тянуть время Потому что он андерестимейт прибежит 30 минут Поэтому Нет демонов хейтера да не было Жестко развалил Дранкарда Сейчас посмотрим Нужны ли ему Нужны ли ему Слезы Для концовки Либо он их уже получил С босса С боссфайта с Сэмой Нужны ли ему И они могут Убегать Что мы нужны Хотя я понял В конце концовки Я думаю что У нас есть химп Что сказали Ашен Это финальные часы Да Мы Убегали Так что Мы просто делали Для пресса Мы тоже Убегали Что Ничего в прошлом Было Нужно Нужно Ничего в прошлом Было Нужно Это я так понимаю Значит что Типа в херату Не надо будет идти И как они говорят Что с высокой долей вероятности Слезы Прямо с босса Выпадут И все Прямо с босса Могут выпасть Слезы Для концовки Да Это тоже Будет двойной босс Поскольку Как бы Это двойной босс Поэтому здесь Будет два босса Смешанные Посмотрим Ну кто Выходит Первый босс Леди Баттерфлай Вторая фаза Уууу Это не весело В общем Сейчас он будет бегать Ждать Пока Мобы Исчезнут И превратятся В Проджектайлы И потом он с ней Начнет драться Это Душка В принципе Можно использовать Снепсид Может у него есть Снепсиды Да вот Собственно Доджит все Проджектайлы И теперь Можно с ней нормально Драться До момента пока Она снова А он не умеет С ней драться Он умеет Только с Д6 Драться Видимо Супер Страты Профессиональные Спидранерские Так сказать Страты Дед поехал До деда Уже Все Дедов Убили всех Только бабка Осталась Двух дедок И вот Вторая бабка Тоже Реально Игра Про пожилых Людей Реально Япония И на Натшел Ну ему Некогда Баф Юзать Он Действительно Из лупа Выйдет То он Не поймет Что с ней Делать А Она Снапнула И прыгнула А Снова Кругами Бегать Придется Жесть Чуть Не добил Ничего Побегаем Кругами Но если он умрет Короче Второй фазе Это будет Душь Нереально И ему Драться С ней Каждый Раз Так Ну она Быстро Снапнула Нормально Поехали ОК Чамп Забузил Забузил Бабку Вторая фаза Дракон Дракон Сюда Вот и дракон Подъехал Ой Его сейчас Молния Убьет Нет Качественная игра А в чё не работает Молния Фейк Молния Пацаны А иногда Не работает Жесть Задушило Задушило Придется Еще раз Драться С бабкой А вот и Слезы Слезы будут Да Получается Это лор Все по лору Мы должны Поехали Поехали Да Это Очень Немножко Это Другая фаза Продолжение следует... Продолжение следует... Это выглядит сложнее, чем оно кажется, потому что ему надо баферить там как-то дэш роско между инпутами. Так, не дался заграбить, но том спасибо. Так, надеюсь, Дивайн Драгон в этот раз не сломается. Продолжение следует... Окей. Посмотрим ска молнии, надеваем Драгона, нужная будет. Покчамп, так... Так, тоже левая молния. Работай! Работает, все, nice. Ой, ну это... Это четыре молнии, где-то ему надо будет пять. Так же, в том же месте молния заспавнилась. Жесть. Но он не... Он... Он... У него есть прыжок Immortal Draw, и он не использует, короче, фаст страты, фаст хилл страты на Дивайн Драгоне. Но это... Дизаппойнтно. Мог бы скипнуть... Пару молний. Показать... Скиллуху. Конечно, тут нихера непонятно было бы по расстоянию, но... Все равно. На опыте, на опыте бы справился. Если б знал, как... Как делается. Но я не помню, чтоб Муртак ранил... Либо АЭС, либо... Хотя, может, он и ранил. Можно сейчас открыть его спидран профил. Не рискует. Может, не знает опять. Нет, он просто только Шуру ранил, поэтому он... Он не шарит, как делается Дивайн Драгон, скорее всего. Собственно, все. После перехода во вторую фазу нужно ждать определенное время, чтобы он начал определенную атаку, и после этого... Вылезут деревья, его можно будет добить. Повторю еще раз, ему нужны слезы. Если слез с дракона не будет, то тогда непонятно, что будет. Скорее всего, будут слезы с дракона, просто будет лор, так сказать, full lore. Так, вот комбо, которое... Последняя музыка, наверное, моя любимая. Вылезут сейчас три ветки. И поехали. Жесть. Жесть. Убил снизу. Убил снизу. Так, из... Слезы. Даст ли он слезы сам? Драгон Дивайн Тирс. Ванила. Ванила дроп. Ванила дроп. Правда, дракон не в ванилом месте. Жесть. Ну, концовка, конечно, лакичная. Супер, супер лакичная. В общем-то, если бы в конце его как-то подтроллила игра, то... То ближе бы к стимейту мы были. И... время. Покчамп. 30 минут underestimate. Ну, это рандомайзер, пацаны. Как бы могло быть и 30 минут above estimate. Поэтому я бы на вашем месте был рад. Хороший, хороший рандом. В общем, хотят что-то зашоукейсить. Потому что сильно underestimate. Ага, нет, ну предлагают сразу идти вперед, чтобы догнать расписание. Так, какая у нас следующая игра, и кто ее комментит, самое главное? Точно не я. Ха. Следующую игру комментит никто. Ну, помянем. Ледженд оф Зельта. The Minish Cap. Контрол следующий, да, пацаны. Контрол следующий. Шаутаут секира комьюнити. Хороший ран, хороший ран от Муртага, хороший рандом. Оставайся, это же твоя игра. Да, да. Контрол моя игра. Смайл и фейс. В общем, короче, Муртаг шаутаутит мета. Я тоже бы зашаутаутил мета, потому что он мне помог с All Boss из мини-босса в свое время. Потому что игра сделана очень круто, и я никак не мог понять, почему последний шачмен не спавнится. Но также, и спасибо тебе большое за раутил категорию. Мэтт крутой мужик. Он сделал рандомайзер для... Сделал рандомайзер, супер крутой рандомайзер. Мэтт красава. И Эдса, Фадж и Джефф на бэкграунде тоже им шаутаут. Эдса делал чай. Можно спросить у Эдса, что он делал так. Эдса, ты чай делал или кофе во время рана? Так, он его пингануло, видимо, в телефоне. Не так. Ответит. 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 Ответит.